В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Массовый легкоатлетический забег в честь дня рождения Астаны. Как Тимиртау отмечает День столицы и какой сюрприз приготовили для жителей Тимиртау? Об этом вы узнаете в репортаже Ларисы Кусейновой. Огненное шоу в честь Дня столицы и 80-летия Караганды. Обо всем поподробнее. В выходные дни Караганда, как и вся страна, праздновала день рождения своей столицы. 5 июля митинг и легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Астаны, прошли в Караганде. Эта эстафета – своеобразный подарок столице к дню ее рождения от общественности региона. Нашей столице исполняется 16 лет. Для истории это лишь краткий миг. Но столь грандиозных изменений в такой короткий срок не видел ни один мегаполис планеты. И это не случайно, потому что Астана – символ успеха стратегического курса лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Столица Казахстана – это детище нашего президента, зримое воплощение триумфа проводимой им политики, отметил глава региона. За короткий срок Астана превратилась в один из самых красивых современных городов мира – центр экономической и культурной жизни Центрально-Азиатского региона. Астана – это символ продвижения идеи интеграции, сближения Востока и Запада, различных культур и цивилизаций, символ дружбы народов в мире и согласии, проживающих в Казахстане. Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех с Дом столицы, желаю всем крепкого здоровья и успехов, нашему независимому Казахстану процветания. На площади независимости собралось около 5000 жителей Караганды, чтобы принять участие в традиционной легкоатлетической эстафете Сахана-Астана, которая стала одним из главных праздничных мероприятий, посвященных Дню столицы. Среди собравшихся были люди разных возрастов и профессий, в том числе соратники президента страны, ветераны спорта, студенческая и учащаяся молодежь, представители трудовых коллективов, спортивная общественность, люди с ограниченными возможностями. К участникам эстафеты обратились и почетные гости. По своей красоте и значимости с такими известными городами Европы и мира, в этот предпраздничный день я хотел бы сказать, что строители Караганды закладывали первые камни в значимых объектах города Астаны. Казахстан был и остается примером мира и согласия, единство более ста этносов, проживающих в стране. Об этом говорил член Ассамблеи народа Казахстана, проектор Карагандинского государственного медицинского университета Вилен Молотов-Лучанский. С бурным развитием нашей столицы активно развивается и отечественный спорт, достигая небывалых высот, и подтверждение тому выступившие на митинге двукратный чемпион мира и чемпион Олимпийских игр Серик Сапиев. После показательных выступлений был дан старт первому праздничному этапу эстафеты – массовому забегу всех любителей спорта до стадиона «Шахтер», где его участникам были вручены сертификаты, а кроме того были организованы баурсак-шоу и КМС-шоу. Затем начался второй этап эстафеты с участниками профессиональных спортсменов от города и района области. Он проходил по автотрассе Караганда-Тимиртау. Всего было 16 участков. На каждом из них по 16 спортсменов в честь 16-летия Астаны. Алена Слонькон, Русултан Исаев, Бахтиар Испанов, Первый Карагандинский. В Семертал на площади перед музеем первого президента Казахстана прошел концерт в честь Дня Астаны. И состоялась торжественная встреча традиционной легкоатлетической эстафеты «Саган Астана», которая стартовала в Караганде и в которой принимали участие все желающие. В 9.30 на площади независимости в Караганде состоялся старт легкоатлетического марафона. В этот день прошел массовый забег эстафеты городов и районов. В праздничном забеге принимали участие студенты, государственные служащие, гражданские служащие, ветераны, инвалиды и все желающие. В эстафете участвовали 16 команд городов и районов Карагандинской области. Команда состояла из 16 человек, 7 женщин и 8 мужчин. Спортсмены финишировали в Тимиртау на площади перед историко-культурным центром первого президента. Астана – это поистине город нашего президента. Поэтому, конечно, День столицы – это общий праздник для всех казахстанцев и, конечно же, для карагандинцев, потому что Карагандинская область – это трудовая и политическая родина нашего президента. Обязательное условие для участия в команде должен быть один человек 16 лет, то есть ровесник Астаны. После забега на площади у историко-культурного центра первого президента состоялось торжественное награждение. Аким города Тимиртау, Нуркен Султанов, заместитель Акима Карагандинской области Женара Бигбанова и организаторы вручили участникам дипломы, грамоты и памятные подарки. Не менее важным событием был праздничный фестиваль. Танцевальные и музыкальные ансамбли поздравляли жителей города с днем рождения Астаны. Отдел культуры города Тимиртау и Туо Би Дайнан подготовили замечательный сладкий подарок для всех жителей. Торт весом более 80 килограммов. На предприятии отметили, что использовали только натуральные продукты. Торт не содержал никаких искусственных добавок. Все желающие могли попробовать. На изготовление сладкого подарка кулинары трудились двое суток. Лариса Хусыинова, Алжас Габасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. В воскресенье 6 июля в Центральном парке Караганды на набережной продолжали поздравлять нашу столицу. В этот день аким города Караганды Нурлан Аубакиров на праздничной сцене вручил удостоверение личности юным гражданам, которым исполнилось 16 лет. В торжественной обстановке удостоверение личности получили 11 ровесников Астаны. Подрастающему поколению аким города Караганды кроме удостоверений вручил цветы и подарки. Уважаемые карагандинцы, искренне поздравляю вас с государственным праздником, днем столицы. Этот праздник стал для казахстанцев поистине всенародным. Астана стала символом успешности и процветания независимого Казахстана. Идея переноса столицы принадлежит лидеру нации, Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Выступив автором исторического проекта, президент принял решение в непростой для нашей страны период. И время подтвердило исключительную верность этого мудрого и дальновидного шага. В Караганде на набережной Центрального парка культуры и отдыха весь день проходила праздничная программа с участием местных артистов. Тысячи карагандинцев пришли для того, чтобы полюбоваться концертом в честь дня рождения Астаны. Ну, я был рад, что мне сам вручил Аким в индустрии личности. И вообще, я рад, что пришел сегодня в парк на такой праздник, как День Астаны. Поскольку, ну, это все-таки наша столица, которую построили с нуля. Я рад этому, что сегодня у нее исполняется ее день рождения. Всех хочу поздравить карагандинцев, всех астаниц, вообще всех, кто живет в нашей хорошей стране. И желаю всем удачи и главное процветания. Перед карагандинцами выступали местные исполнители и танцевальные коллективы. Кроме того, в рамках этого мероприятия вечером прошел фестиваль огненных искусств «Жалун-де-Жоу». Лариса Хусыинова, Алжас Габасов, Вахтия Распанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – Галвин Херкюль. Торговая марка «Алюгал» представляет. Эконом-серия «Профиль Галлдек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Новый старый аттракцион открылся в Караганде. В день столицы вновь начала функционировать детская железная дорога. На ее открытии присутствовал аким города Караганды Нурлан Аубакиров. В воскресенье 6 июля состоялся торжественный запуск детской железной дороги. На восстановление узкоколейной дороги ушло около четырех месяцев. Яркий, красочный, украшенный шариками поезд привлекает внимание как детей, так и их родителей. Мне нравится этот парк, потому что тут очень весело. Тут мы катаемся на велосипедах, в роликах, и катаемся на роликах, стритбордах. Тут очень красиво, тут некоторые цветы даже редкие. Ранее железная дорога функционировала в качестве учебно-воспитательного учреждения до конца сезона 2001 года. В 2004 году в честь празднования столетия железных дорог Казахстана она возобновила свою деятельность уже как аттракцион. Работа поезда, значит, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 12 и до 16, каждый час. Посадка, кольцо, 23 минуты где-то у нас получается круг по этому поезду, протяженностью 4,5 километра. Сейчас поезд находится на балансе Акимата. На первом запуске после ремонта в поезде прокатился Аким города Караганды Нурлана Убакиров. Веселая музыка и звонкий смех детей создали праздничную атмосферу. Лариса Хусейнова, Алжас Габасов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Накануне торжеств по случаю празднования Дня Астаны в Акимате города Караганды собралась молодежь, которая представляла наш регион на 10-х республиканских молодежных дельфийских играх. 42 участника молодых, юных дарований защищали честь региона на 10-х республиканских дельфийских играх. Они как бы подвели итог активному проявлению молодых своего творческого и инновационного потенциала на республиканских и международных площадках. Также в текущем году, 27 июня, на базе технопарка был проведен конкурс бизнес-стартап-проектов, где три молодых начинающих предпринимателя презентовали свои проекты и были удостойны различного уровня стартов капитала, начиная от 200 тысяч до заканчивая 100 тысяч в деньг. Инициативная творческая молодежь сама не сидит на месте и продвигает проекты, способные в дальнейшем помочь стране в развитии новых технологий, в развитии зеленой экономики. Сама Астана у нас орицетворяет облик молодого, современного, сильного Казахстана. И именно молодежи нашей отводится особая роль продолжателя традиции казахстанского общества, базирующего, базирующего, самое главное, на принципах открытости, стремления к созиданию, толерантности и конкурентоспособности. Караганда – особый город, особый регион. В 30-е годы здесь концентрировалась прогрессивная мысль лучших людей науки и производства. Карлак стал не только местом заключения многих выдающихся людей страны советов, но и развитием промышленности, внедрением передовых идей в производстве и сельском хозяйстве. Это тоже повлияло на развитие региона. Молодежь подхватывает современные идеи и выносит их на обсуждение, предлагает их воплощать в жизнь. Очень важно в преддверии Экспо-2017, это важность в той части, что действительно завтра, будущая экономика наша, она должна быть не энергоемкой, а энергоэффективной. Нурлан Аубекиров, аким города Караганды, поздравил призеров и лауреатов с победами и вручил им дипломы. Сергей Высокосов, Ужас Габбасов, Батьяр Успанов, первый карагантинский. 6 июля вся страна отмечала знаменательную дату – День Астаны. На стадионе «Шахтер» города Караганды прошло открытие турнира по футболу среди дворовых команд, приуроченные ко Дню столицы. На праздник спорта собрались лучшие команды и их болельщики. В этом году турнир проводится в четвертый раз. С каждым годом желающих поучаствовать в спортивной встрече становится больше. В прошлом году число участников турнира было более 40 человек, но в этом году около 60 любителей футбола собрались на поле, чтобы показать хорошую игру. Привлечение молодежи к спорту, к физической культуре и спорту – это очень хороший стимул для них. По итогам будут победителям вручены ценные подарки и привлечение молодежи к физической культуре и спорту. По итогам потом будет проведен суперкубок между Октябрьским и Казубийским районами. Некогда гремевший на весь Союз кожаный мяч был настоящей школой для подготовки ребят к большому футболу. Сегодняшние юные футболисты из дворовых клубов тоже страстно желают попасть в высшую лигу мастеров. Тем более, что футбольный клуб «Шахтер» вот он рядом. Есть к чему стремиться, есть кому подражать. Турнир по футболу среди дворовых клубов проходил по трем категориям. В первой категории участвовали игроки в возрасте от 11 до 13 лет, во второй – от 14 до 17 лет, ну а в третьей категории были ребята от 18 лет и старше. Юный футболист Адель Оспанов играет в футбол с пяти лет. Говорит, что спорт – залог здорового образа жизни. На этом турнире участвую первый раз. Ну и думаю, они, конечно, займут первое место. Мы сюда пришли только за первое. У нас в команде разные возраста. 99-й год, 8-й, 7-й. Даже есть младшие – 2000-й и 2001-й. Ну, я пожелаю удачи всем нашим соперникам. В конце июля будут подведены итоги игры, где определятся лучшие команды и сильные игроки. Победителям будут вручены дипломы и памятные подарки. Гульнор Жакен, Ужас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Окна Артек. Идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости. Безупречное немецкое качество по доступной цене. Окна Артек. Ваше спокойствие на долгие годы. Артек. Окна для жизни. Продолжим. Сегодня в сортировке на базе спорткомплекса «Локомотив» открылся летний спортивный лагерь для детей и подростков. Уже 4 года юные карагандинцы поправляют свое здоровье здесь, в дни школьных каникул. Весело с выдумкой прошло открытие летнего спортивного лагеря в сортировке. С самого начала было заявлено, что здесь будут заниматься не только спортом, но и культурно-досуговыми мероприятиями. На подиум в день открытия центра отдыха поднимались модели, демонстрируя модные наряды летнего сезона 2014 года. Помимо занятий плаванием, футболом, волейболом, у нас также есть еще секционные деятельности, хореографические кружки, кружок театральный, показ мод, который вы сейчас видели. Поэтому для детей сделаны максимальные условия, комфортные для занятия спортом, кружковой деятельностью. В этом году 40 детей спортивный лагерь впервые принимает с проживанием. Первый сезон продлится 20 дней с 7 по 25 июля. Для ребятишек подготовили бассейн, поменяли технологическое оборудование, новые фильтры, повысили качество воды в несколько раз. Отремонтировали баскетбольную площадку, поставили тренажеры. Мне нравится то, что мы ходим в бассейн, играем в разные игры, ходим в тренажерные залы, бегаем, гуляем на улице. Профессиональные тренеры-воспитатели будут работать с детьми. Возможно, ребята не достигнут высоких результатов в спорте, но любовь к нему они примут навсегда. Сегодня здоровье не прихоть, а государственная необходимость. Игровые программы, театрализованные представления, экскурсии – все это ждет ребят. Скучать им будет некогда. Для удобства родителей на период работы спортивного лагеря в сортировке «Стадион Шахтер» выделил автобус. Для перевозки детей по маршруту «Стадион Шахтер» – «Стадион Локомотив». Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бактия Роспанов, Первый Карагандинский. В завершении торжеств в честь Дня Астаны в Карагандинском центральном парке на набережной состоялся огненный фестиваль. Вся Караганда отмечала два праздника – День Астаны и 80-летие Караганды. Наш город посетили и гости из зарубежа. Месяц тщательной подготовки, часы волнения перед выступлением, минуты на сцене – и вот готов к грандиозным фестиваль. Карагандинцев приехали поздравить певцы из дальнего зарубежья. Они зажигали толпу перед выступлением файлщиков. Жители были очень гостеприимны, и певцы тоже были общительны. Они болтали и фотографировались без всякой охраны. Царила очень дружелюбная атмосфера. А за сценой повсюду лежали инструменты участников. Они репетировали без остановок. Старались для наших жителей. Мне нравится заниматься фаер-болом, потому что, когда ты крутишься днем, это все смотрится, получается рисунок, и все это смотрится очень красиво. Фаер-шоу зародилось на побережье Тихого океана, предположительно в Новой Зеландии, в племени Маори. Для местных аборигенов изящное вращение небольшого камешка, обернутого в ткань, и привязанного на недлинную веревку, служило как развлекательным, так и культовым целям. Сегодня сложно найти человека, который никогда бы не слышал и не знал об огненном шоу. Представление, где артисты ловко укричают опасную стихию огонь, очень распространено. Очень рады, что многие фаер-шоу из Назахстана откликнулись на наше приглашение приехать и поучаствовать в этом фестивале. Здесь присутствует город Алмата. Буквально через две минуты они будут выступать. Адбасар, как читав, Павлодар и, конечно же, наши карагандинцы. Мы можем сказать, что на этом фестивале наш город займет первое место. Жители и гости города остались довольны фестивалем. Все участники очень старались, и их труды не остались незамеченными. Профессиональные фаерщики из Москвы, Марьяна Тен и Дмитрий Клайд-Горностаев, были судьями на фаер-шоу. Участники были разных возрастов, но все они показали только лучший результат. Праздник удался. Грандиозное мероприятие надолго запомнится всем. Лариса Хусейнова, Алжас Габасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА